В преддверии Нового года темпы строительства новой станции метро «Театральная» набирают еще большие обороты. Вместе с Виннесом инженерных коммуникаций подходит к концу разработка стартового котлована на улице Галактионовской. На сегодняшний день он готов уже на 90%. В начале января будет завершена работа по тонированию фундамента плиты. Начнется монтаж металлоконструкции под пуск счета. С 15 января ориентировочно приедет организация, которая будет поставлять ТПНК. Они сами под себя начнут варить металлоконструкции. К концу января будет техническая возможность запуска счета. Сейчас на Галактионовской в стартовом котловане частично готовы бетонные основания. На него встанут стены и своды станции «Театральная». Бетонную подушку доведут до улицы Красноармейской. Смонтируют ложи, по которому пройдет щит. После того, как бетон наберет прочность, специалисты будут постепенно демонтировать ярусы расстрельной системы, удерживающие котлован в неподвижном состоянии. Начнут с нижнего яруса, всего же их три. Сначала, с учетом готовности котлована на Галактионовской, доставят и смонтируют один щит. Позже еще один тоннель-проходческий комплекс включат в работу. И в зоне строительства метрополитена в районе улиц Новосадовой и Полевой, где разработка стартового котлована выполнена к настоящему времени почти на 20%. Второй щит будет двигаться во встречном направлении. За всеми видами строительных работ, связанных с возведением станции метро «Театральная», ведется неусыпный контроль. На сегодняшнем совещании, которое провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, было принято решение о том, чтобы в праздничные дни никаких новых ограничений движения в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской вводиться не будет. Минимизации неудобств для горожан уделяется особое внимание. Предположительно, в январе возникнет необходимость сузить проезжую часть улицы Вилоновской. Здесь предстоит переустройство газопровода, силовых кабелей, а также выноса строительства водовода. Кроме того, на совещании подняли вопрос об усилении коллектора, который находится в районе улиц Вилоновской и Галактионовской. Техническое решение предложено совместно с профильными региональными службами и ведомствами. Обсуждение продолжается. Вчера предварительный был график по поводу переустройства трамвайных путей по улице Красноармейской в сторону, если будем говорить, едем в сторону Галактионовской, делая левый поворот, чтобы освободить перекресток для работы и строительства. Но это уже февраль в большей степени будет. Необходимо возведение углубленной трансформаторной подстанции для новой станции метро. Предполагается, что в будущем временно по улице Фрунзо трамваи ходить не будут. Они будут следовать по улице Галактионовской, доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться. Сейчас решается вопрос относительно сроков ограничения движения. После завершения строительства первой ветки Самарского метро интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажирпоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция метро свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром города и даст импульс для дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры региональной столицы. Неудобства временные, а метро навсегда. Александра Гусева, Константин Головин. События.